Рада, что мы сегодня вновь вместе. Отдайте мне, пожалуйста, сигнал, насколько видно, слышно, как Татьяна нам посоветовала, воспользовавшись огоньком, для того, чтобы я поняла, да, всё отлично. Благодарю вас, благодарю. Очень здорово, что мы в очередной раз с вами встретились. Я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча будет тоже для вас полезной. Прежде всего хочу поздравить с наступающим праздником наших дорогих мужчин. Пусть у вас всё получается, успехов, ярких достижений и всего-всего. Ну и, конечно же, сегодня мы поговорим о том, что актуально вообще не только для тех, кто пишет диссертации, но и вообще для тех, кто занимается наукой и хочет поделиться своими научными исследованиями с научным сообществом. Поэтому давайте сегодня поговорим вот о чём. Во-первых, хотелось бы понять, тем не менее, я в большей степени буду делать акцент на том, какая информация наиболее важна для аспирантов и декторантов, то есть для тех, кто пишет диссертации, но всё остальное актуально абсолютно для всех. Значит, во-первых, мы разберёмся с базовыми параметрами. Когда аспирант или декторант начинает работу на диссертации, он должен, помимо всего прочего, спланировать свою публикационную активность, сколько он будет публиковать статей, где они должны быть и так далее. Поэтому вторым пунктом мы с вами выберем место публикации, почему именно так выбирать, где тут вот такие тонкости, нюансы и так далее. Поговорим об этом. Третье, безусловно, это журналы, которые входят в список рецензируемых изданий. Раньше мы говорили журналы ВАГ. Я традиционный, привычный, скажем так, термин сохранила в названии третьего пункта, хотя он не совсем сейчас, вообще говоря, корректен. И четвёртое, мы посмотрим с вами, а что же нам делать и как нам быть, если нам требуется публикация не просто из перечня изданий, которые рецензируются в ВАГ, но и из тех изданий, которые представлены на международных базах. Поэтому давайте с вами будем с этим тихонечко разбираться. Итак, начнём с базовых параметров, на что мы должны с вами обратить внимание. Буквально за две минутки небольшое такое освежение, для того, чтобы всё было понятно, те термины, которые мы будем использовать, чтобы были понятны начинающим. В том числе, я думаю, что у нас начинающие авторы тоже присутствуют, поэтому те, кто более продвинутые, три минутки буквально потерпите. Значит, во-первых, что нам нужно публиковать? С этого вопроса нужно для себя начать некое планирование, потому что это принципиально влияет на ваш результат. Какие виды публикации мы знаем? Самые простые берём, это тезисы доклада, это научная статья и это монография. Давайте разделим, в чём разница. Тезисы доклада – это очень краткая публикация. Сразу хочу сказать, что сейчас тезисы доклада стали практически малопопулярным таким вариантом опубликовать свои результаты. Почему? Потому что по идее это вообще публикация на 2-3 странички, то есть это по сути некий такой план выступления, короткая информация о реальном выступлении. Сейчас мы с вами находимся в период ограничений всевозможных, связанных с пандемией, поэтому докладываем мы в основном в онлайн. И сейчас достаточно сложно найти оргкомитеты конференции, которые публикуют именно тезисы. В основном сейчас стараются по результатам выступления всё-таки опубликовать статью. Статья – это всё-таки какой-то более такой серьёзный уже вид публикации. Это уже законченное такое произведение, законченный текст, который отражает результаты вашей исследовательской деятельности. Чем статья для нас примечательна может быть? Статья может быть разная. Это может быть статья, которая у вас выйдет в материалах конференции, либо это статья, которая будет опубликована в научном журнале. Я сейчас специально не говорю, что это в журнале ВАГ, потому что журналы бывают не только, которые рецензируются ВАГ, но и журналы, которые просто являются рецензируемыми, но не входят в этот перечень. Поэтому здесь я хочу сделать акцент на том, чтобы вы как автора для себя понимали разницу между этими статьями и, по большому счёту, она состоит существенно, что имеет значение, в объёме. Когда мы говорим о материалах конференции, то, безусловно, там объём меньше, статьи часто бывают проще. Если мы говорим о публикации в журнале, особенно в рецензируемом, то всё-таки там уже критерии к выбору, скажем так, к отбору статей более существенные предъявляются. И, кроме того, объём статьи, которые желают видеть издатели, они достаточно большие. Я написала такой средний вариант. Бывают чуть больше, бывают чуть меньше. Но, конечно, всё-таки, если мы говорим о журнальном издании, то статьи, наверное, меньше семи страниц. Это будет достаточно, ну, такое странное явление, так скажем. Если мы говорим о монографии. По монографии, с одной стороны, кажется, что, ну, всё понятно, это же научный труд, вот на какую-то одну тему, и здесь всё ясно. Сразу хочу сказать, что, несмотря на то, что монография так называется, не подразумевается, что это один автор. Монография может быть коллективной. Тогда у вас будет объём вашего текста авторского меньше. Если же это будет ваша индивидуальная монография, и вы собираетесь её предъявить как публикацию в связи с подготовкой диссертации, то здесь надо иметь в виду, что объём желательно, да, желательно придерживаться объёма не менее 10 печатных листов. Понятно, что если вы монографию публикуете для, ну, скажем так, для отчёта на работе, потому что готовится монография на кафедре, там могут быть внутренние регламенты, но если мы говорим про монографию, которая будет вам полезна с точки зрения защиты, то это достаточно большой, объёмный научный труд. Про монографию сегодня говорить не буду подробно. Почему? Потому что у нас в рамках проекта с Директ Академии прошёл целый вебинар на эту тему, вы его можете поискать. Он прошёл 16 марта, он абсолютно актуальный и свежий. И, следовательно, кому это важно понять, как, когда стоит публиковать монографию, там все абсолютно вопросы по поводу этого вида научных публикаций есть. Что касается, надо или не надо публиковать монографию и кому. Вот здесь нам нужно с вами подойти к этому вопросу достаточно серьёзно, для того, чтобы мы, с одной стороны, выполнили те требования, которые к вам предъявляются, с другой стороны, чтобы мы не взяли на себя больше, чем это нужно. И вот, в частности, по монографии всегда возникает вопрос, а вообще нужна ли она, например, докторанту, или нужна ли она аспиранту. И наша задача сейчас будет с этим в том числе и разобраться. Давайте посмотрим, зачем публикация аспиранту-декторанту. Ну, мы даже с вами не рассуждаем на тему, что можно обойтись без публикации. Это невозможно, потому что по положению, присуждению учёных степеней, первая цель, которую мы добиваемся при подаче публикации, это выполнить требования, которые к нам предъявляются. К нам я имею в виду тем, кто хотят защитить диссертацию. Эти требования официальным образом предъявляются в ААК. Вы можете посмотреть их в положении, мы сегодня о них, безусловно, поговорим. Но если вы защищаетесь в Совете, который самостоятельно присуждает учёную степень, то тут, конечно, нужно сходить на сайт этого диссертационного совета и посмотреть те требования, которые там есть. Они могут отличаться от требования, которые предъявляет ВАК. Эти требования в любом случае нужно выполнить, иначе вас просто не допустят к защите диссертации. Неважно, пусть она будет самой прекрасной на свете работы, публикации должны быть. Второй момент. Здесь даже, честно говоря, сложно сказать, что вообще на первом, что на втором, потому что зафиксировать авторство на положение новизны – это важнейшая цель аспиранта и докторанта. С чем это связано? Ну, во-первых, это тоже требование ВАК, потому что если вы откроете положение присуждения учёных степеней и внимательно его прочитаете, то там вы увидите такую формулировку, что научные результаты исследования опубликованы в изданиях рецензируемых ВАК. То есть для ВАК очень важно, чтобы ваша новизна была опубликована. Но, наверное, ещё в большей степени, чем для ВАК, это важно для вас. Почему? Потому что в новых условиях, так не всегда было, диссертации находятся в открытом доступе для других читателей, до вашей защиты. И, соответственно, все ваши идеи, наработки, результаты и так далее видны другим авторам до того, как вы защитились. К сожалению, есть у нас ситуации, когда могут у вас забрать ваши идеи, опубликовать под своей фамилией. И дабы не создавать себе таких проблем, безусловно, когда вы опубликовали свои идеи, свои результаты, вы можете гарантированно понимать, что вас защищает авторское право, потому что это опубликованная работа заранее, до того как. Ну и третья, конечно, есть такая цель у некоторых, она обоснованная абсолютно. Мы сегодня поговорим, как её достичь, не навредив себе, скажем так, это включить текст своих публикаций в текст диссертации. Эти цели являются основополагающими, но параллельно мы с вами живём как бы всё-таки в обществе, большая часть аспирантов, декторантов являются сотрудниками образовательных и научных организаций и у большинства есть эффективный контракт, трудовой контракт, который обязывает вас выполнять какие-то требования с точки зрения публикации в том числе. И поэтому мы с вами оказываемся в ситуации, при которых, с одной стороны, нам нужна публикация для диссертации, она должна отвечать определённым требованиям, с другой стороны, нам нужна публикация, которая будет отвечать требованиям нашего трудового контракта. Поэтому, если вы находитесь в такой ситуации, постарайтесь найти вот это вот пересечение, как этого добиться, сегодня поговорим. Если вы никак не обременены трудовым контрактом, у вас нет никаких дополнительных ограничений, вы, например, просто обучаетесь в очной аспирантуре, то тогда есть смысл сконцентрировать своё внимание на основных целях и не распаляться на дополнительные. В качестве дополнительной цели, опять же, в нашей реальности я не могу не указать то, что, наверное, каждый автор, уже начиная прямо с подготовки кандидатской диссертации, начинает озадачиваться вопросами своих показателей, которые оценивают его как учёного. И одним из показателей, который везде и всюду сейчас применяется, это индекс Хирша. И, собственно говоря, если, опять же, вы понимаете, что вам важен этот показатель, вы стараетесь подбор мест публикации делать с учётом этого понимания. Если вы просто пишете сейчас кандидатскую или докторскую, и вас никто пока не заставляет на этот показатель обращать внимание, вам даже проще будет двигаться, потому что есть некоторые, опять же, позже чуть поговорим, некоторые характеристики, на которые, может быть, не такое большое внимание вам стоит обращать. Поэтому вот здесь не бежим за всем, сразу же за всеми целями, концентрируемся на главном для вас в текущий момент времени, для того, чтобы ваша цель достигалась с одной стороны максимально качественно, с другой стороны, чтобы всё-таки вы могли сэкономить время. Далее, когда мы говорим, давайте чуть подробнее вот об этих требованиях. Что значит выполнить требования ВАК? Во-первых, это требования по количеству и по качеству журналов. И чуть ниже мы будем рассматривать, когда мы начнём говорить о журналах именно ВАКовских, я эти требования произнесу, чтобы они для вас были понятны, и уточню некоторые нюансы. Но самое главное, что я хотела здесь подчеркнуть, что, несмотря на то, что официальные требования, которые нам известны, которые мы можем прочитать, это требования ВАК, но мы должны с вами чётко помнить, что когда мы подойдём диссертационную работу в конкретный диссертационный совет, даже если он не самостоятельно присуждает учёную степень, просто диссертационный совет, который подотчётен ВАК, в любом случае есть определённые, ну, может быть, это нельзя назвать словом требования, может быть, надо назвать это словом желания определённые, да, какие-то рекомендации, скажем так, диссертационного совета, но они всё равно есть. Это могут быть определённые журналы, которые считаются желательными с точки зрения того, что они достойны по мнению совета, чтобы там были опубликованы результаты, научные результаты аспиранта или декторанта. Иногда это связано с географией публикации. Например, если человек проживает в регионе, готовит диссертацию и хочет защититься в московском, например, совете, опубликовался он только вот у себя где-то там, у себя рядышком. Может случиться так, что когда вы приезжаете в совет в крупном городе, да, Москва, Санкт-Петербург и так далее, вам могут сказать, у вас география публикации не очень-то широкая, почему вы вот публиковались только у себя в регионе. Поэтому имеем в виду вот этот момент. Во-вторых, сейчас, хотим мы или не хотим, мы движемся в том направлении, что наше научное сообщество открывает свои границы миру, и, соответственно, можно публиковаться не только в российских журналах, но и в иностранных журналах, которые индексируются в международных базах, и, соответственно, иногда это не просто желательно, это обязательно по мнению Совета. Опять же, сегодня станет понятно, почему вдруг Советы начали такое внимание уделять вот этим публикациям. Ну и, безусловно, по количеству и по качеству публикаций есть определенные требования, которые можно увидеть, если вы зайдете на сайт этого диссертационного совета и посмотрите вообще, какие публикации принимает этот диссертационный совет. Сколько этих публикаций? Очень часто количество публикаций должно быть значительное, иногда немного больше, чем это требует ВАГ, и качество публикаций подразумевается, насколько они должны быть крупные, насколько они должны быть весомые, в весомых каких-то изданиях опубликованных и так далее. То есть вот эти все требования диссовета, нет такого документа, который вы возьмете, почитаете, и там вам все станет очевидно. Нет, нужно посмотреть на деятельность самого диссертационного совета и сделать соответствующие выводы. Второе, когда вы ставите перед собой цель зафиксировать авторство. Если мы внимательно будем читать положение, то авторство должно быть зафиксировано по мнению ВАГ именно в журналах, которые он и рецензирует. Поэтому лучше выбирать журналы из перечня ВАГ. Почему я в начале вебинара и сейчас повторю, что не совсем корректно сейчас говорить перечень ВАГ, я это говорю просто для того, чтобы у вас на слух это проще воспринялось, потому что сейчас, если вы зайдете на сайт ВАГ и попытаетесь найти перечень ВАГ, вы увидите, что он называется иначе. Он называется «Перечень журналов, рецензируемых ВАГ», в которых рекомендовано издавать, опубликовать научные результаты того-то, того-то». То есть этот перечень мы и берем, и оттуда выбираем журнал, потому что мы сразу с вами этим как бы убиваем двух зайцев. С одной стороны, мы публикуем публикацию, которая нам нужна по требованию этого же ВАГ, а с другой стороны, мы фиксируем свое авторство. Если вы начинающий автор, вы ни разу не писали статей в журналы ВАГ, у вас есть какой-то страх перед этим, и вам нужно написать первую статью, совершенно не обязательно начинать это с такой крупной и серьезной статьи. Вы можете написать статью в материалах конференции и там тоже зафиксировать свое авторство. В данном случае статус того издания, в котором вы опубликуете результаты своей научной работы, важен только в том смысле, чтобы одновременно удовлетворить требования ВАГ. Но, в принципе, вы можете это сделать в любом издании, которое считается научным. Третья цель, мы говорили о том, что некоторые считают, что я публикации подготовлю и включу их в текст диссертации. Сразу хочу сказать, что целиком вы это сделать не сможете, но ваши публикации могут стать неким кирпичиком, небольшим пазликом, который вы возьмете в текст своей диссертации. Как это нужно делать, чтобы не было никаких проблем, мы с вами недавно рассматривали, поэтому посмотрите записи наших предыдущих вебинаров. Мы об этом говорили. О заимствовании правильном. Прошлый наш вебинар был, поэтому, пожалуйста, кто не присутствовал, можете пересмотреть. Я сегодня ваше время занимать этим не буду. И вот порекомендую вам посмотреть запись. Если же мы говорим, что я осознаю, да, я, например, пишу докторскую, я понимаю, что мне нужно очень много публикаций, я не смогу взять эти публикации и вложить их в диссертацию, потому что это будет сильно большой объем, он, естественно, не позволит мне пройти проверку на оригинальность. При этом я могу подойти к подготовке публикации как к изучению определенного аспекта темы. Допустим, я пишу первую главу. Я, например, собираюсь сделать обзор того, что до меня уже изучили, предложили другие исследователи. И с одной стороны, я, казалось бы, могла сесть и писать текст диссертации, а с другой стороны, я могу пойти другим путем. Я могу сначала это переработать и подать, как бы осмыслить этот материал и подать его в виде статьи, а потом уже на более высоком, на более качественном уровне, потому что когда вы первый раз пишите статью, она может, там, текст, точнее говоря, да, он может быть более такой слабый, а когда вы его будете уже повторно превращать в текст диссертации, то он получится более ярким однозначно, потому что у вас уровень погружения в тему будет другой. Следовательно, такой тоже подход возможен. Задумывайтесь об этом, что это же действительно будет какой-то элемент вашего текста в диссертации. Пусть не весь, ну и что. Зато у вас есть какой-то шаг в тему, в погружение, в понимание того, каков ваш результат и как его ярко подать, потому что диссертация – это именно про то, чтобы результаты ваши были поданы ярко. Но, опять же, о новизне не сегодня, в следующий раз когда-нибудь поговорим. Значит, что касается того, сколько публикаций нужно, я очень часто встречаюсь с ситуацией, когда человек увлекается публикациями, у него куча публикаций, и он считает, что это здорово и прекрасно. Это действительно хорошо, но я вспоминаю всегда свой опыт подготовки к кандидатской диссертации. Я была точно такая же юный исследователь, который в какой-то степени боялся, наверное, текста диссертации, и поэтому проявлял себя в подготовке к публикации. У меня было много публикаций. В какой-то момент времени меня пригласил проректор по науке, очень уважаемый ученый, исследователь. Мне сказал, Наталья Мадесина, вы вообще диссертацию собираетесь писать? Я же ее и готовлю. Он говорит, поймите, что публикации и текст диссертации – это не одно и то же. Поэтому переключайтесь с публикацией. Вы увлеклись, сказал он мне. Так вот, чтобы вы не увлеклись в своей деятельности, я хочу вас сориентировать, сколько же должно быть у вас публикаций. Ну, если мы откроем, опять же, положение присуждения ученых степеней, то мы увидим минимальные требования, обращая ваше внимание, что формулировка в положении не менее, не менее. То есть это некий минимум. И обращая ваше внимание, что если вы готовите докторскую диссертацию, то это для гуманитарных и общественных наук это более 15, для других отраслей, областей знаний это не менее 10. Значительное количество публикаций. Почему я говорю, что это очень много? Потому что если вы, опять же, мы с вами уже однажды говорили, как отбирать журнал для публикации, ваковский журнал, прямо у нас отдельная с вами тема была, и я вам показывала разницу между журналами, и мы с вами увидели, что в некоторых журналах процесс публикации может у вас занять 180, 270 и так далее дней. Вот и представьте, если докторанту нужно опубликовать 15 публикаций, то как он должен организовать, спланировать свою публикационную активность для того, чтобы у него это получилось? Ну и желательно, чтобы не за 15 лет он это сделал, чтобы не по одной публикации в год. Поэтому, естественно, мы здесь должны вот это планирование с вами, исходя из понимания всех вот этих обстоятельств, выполнить. Для кандидатской диссертации на фоне докторской, кажется, ну просто вообще сел и написал, 2 и 3 в соответствии с вашей областью научной, но сразу еще раз подчеркиваю, что это минимальный порог. Поэтому, что я рекомендую? Я рекомендую всегда иметь запас. Это не только моя рекомендация, это любой член диссертационного совета. Вам скажет любой эксперт, что всегда нужно иметь запас. Понятно, что по кандидатской, может быть, это запас одна публикация, а по докторской, наверное, не меньше двух. Для того, чтобы мало ли что-то с журналом, какая-то задержка по публикациям и так далее и тому подобное, чтобы у вас не было вот этого, не было вот этой проблемы, что по публикациям вы, например, не проходите. Или, что самое неприятное, когда вы ждете. Вот я консультирую людей, которые пишут диссертации, у меня сейчас конкретный пример. Подготовлена была публикация, отправлена в журнал. В журнал молчит, но нормально человек понимает, что статья, наверное, на рецензировании, и поэтому не связывается с журналом. Все нормально, как бы выдерживает паузу. Пауза затягивается на два месяца. Через два месяца автор пишет, коллеги, подскажите, что там со статьей, и отвечают, что «А статья не принята, мы забыли вам написать». Но вот, к сожалению, это вот такая реальность. Мы должны с вами это учитывать, в том числе в своем планировании. И сейчас у нас ситуация следующая. Все готово, диссертация написана, автореферат написан. Все, мы уже готовы защищаться, что называется. Но последняя публикация еще не вышла, и мы сидим ее и ждем. Поэтому вот, чтобы у вас так не случилось, да, такое бывает в ваковских журналах. Друзья, и это не единственная ситуация. Может, когда-то будет повод поговорить о разных ситуациях, которые бывают в ваковских журналах. Я вам набросаю очень много примеров, потому что я консультирую значительное число людей по разным абсолютно специальностям, и поэтому примеров этого очень-очень много. Второй важный момент, который мы с вами учитываем, кроме количественных вещей. Значит, у нас с вами есть определенные регламенты, что для нас является ваковской публикацией. Так вот, кроме этих публикаций, уже вот предыдущий слайд показал, что в 2019 году еще были приняты рекомендации вак относительно того, что нужно расширить спектр публикаций, которые может подать аспирант и докторант, и которые будут учтены ему при защите кандидатской докторской диссертации. В этих рекомендациях, это слайд оттуда, это прямая, я прямо сделала скрин, он давний, да, то есть с 2019 года никак не могут принять вот это вот решение. Я полагаю, если вы обратите внимание, на слайде написано, что это касалось бы работ защищаемых после 1 января 2021 года. Мы с вами уже в 2021 году находимся, но это решение сейчас не принято, это я вам точно могу заявить, я курирую постоянно всю нормативную базу, смотрю для того, чтобы вас вовремя уведомить о каких-то изменениях, это решение не принято. Но, безусловно, тем или иным способом публикации, которые размещены в зданиях, в международных зданиях, они обязательно будут включены. Может быть, не в такой формулировке, может быть, в другой формулировке, но мы с вами видим, что здесь уже есть и учет квартелей, и количество публикаций определенных, и тут даже есть идея о том, что это за какое-то количество лет нужно, чтобы эти публикации были. Поэтому сейчас диссертационные советы уже на всякий случай заранее хотят, чтобы у защищающихся такие публикации были. Поэтому, если вы пишете докторскую диссертацию, обратите внимание, вот здесь на слайде есть перечисленные науки разные, и к ним разные требования хотят предъявить, обратите внимание, что может коснуться вас, и, может быть, имеет смысл озадачиться этим вопросом и хотя бы там одну-две публикации попробовать сделать, для того, чтобы вы не оказались в ситуации, что она нужна, а вы даже не представляете, как ее подготовить. Ну и если мы говорим о кандидатских диссертациях, здесь не предложено ограничивать издание с точки зрения их квартеля. Что такое квартель, если кто-то не знает, из начинающих исследователей, это категория, которая относится к журналу, чем выше квартель, то есть Q1 – это самый высокий квартель, и, соответственно, туда попасть в такие издания намного сложнее. Поэтому, пожалуйста, вот это тоже себе имейте в виду, хотя решение еще не принято, чтобы вас никто в заблуждение не вводил, что уже это требуется. Пока нет. В связи с этим, вот с пониманием того, какое у нас количество, что от нас просят, какие публикации от нас просят, нам нужно понять, как мы с вами будем осуществлять выбор, место публикации. Ой, друзья, вы какой-то вопрос мне задали, да, он убежал у меня. Наверное, нужно не стесняться уточнять этапы движения статьи. Спрашивает Елена. Елена, да, с одной стороны, вы правы, да вы со всех сторон, наверное, вообще-то правы, но не всегда есть такая возможность, потому что есть журналы, в которых существуют определенные ограничения в общении с редакцией. То есть вы подаете, например, электронная подача вашей статьи, вы подаете через сайт, вы никому ни на какой адрес электронный не пишете, и поэтому пообщаться, собственно говоря, достаточно сложно. И тоже, понимаете, если мы с вами подали, опять же, в одном из вебинаров, я вам показывала, как увидеть, какой примерно срок рецензирования будет в этом журнале. Если не помните, не были на том вебинаре, вы на сайте журнала можете посмотреть политику рецензирования, и там очень часто бывает прописано, что рецензирование занимает не менее столь каких-то месяцев, например. Ну и вроде бы как разумно, что вы отправили статью, но вы же не будете через неделю спрашивать. Но по крайней мере, через хотя бы месяц, поинтересуйтесь, да, вообще, что там происходит. Ну и, конечно, вот сегодня Татьяна в самом начале анонсировала, что у нас будет предстоящий новый курс, точнее говоря, не новый, новый набор, да, курс проводим мы уже не первый раз, очень успешно, спасибо вам, что доверяете мне, курс технология подготовки успешной диссертации, и там мы вот эти все нюансы рассматриваем, когда писать, что писать, какие этапы, какие этапы недооцениваются авторами, и так далее. Поэтому вот один из этапов это выбор места публикации, и наша с вами задача грамотно выбрать место для того, чтобы мы как бы вот эти цели, которые я назвала в самом начале, максимально охватывали этим местом. Итак, во-первых, сразу же, сразу же, в следующий раз мы с вами, кстати говоря, будем встречаться по теме на открытом вебинаре, я имею в виду, мы будем с вами говорить о том, как выбрать диссертационный совет. Так вот уже сегодня я хочу привлечь ваше внимание к тому, что чем раньше вы выберете диссертационный совет, тем более осознанным, правильным будет ваш путь к защите, вы сделаете меньше ошибок. Поэтому, когда мы определяем место публикации, мы четко должны понимать, в каком диссертационном совете мы собираемся защищаться. Почему? Потому что если мы, у нас есть сейчас параллельно две категории советов. Первая категория советов – это диссертационные советы, старые, так называемые, да, то есть диссертационные советы под отчетный ВАГ. Назовем их так. И вторая категория советов – это советы, которым дано право самостоятельно присуждать ученые степени. Это говорит о том, что для первой категории советов, если вы поедете защищаться в первую категорию советов, в любой совет из этой категории, то вы ориентируетесь на требования ВАГ, то есть на положение присуждения ученых степеней, и плюс вот на те самые скрытые, неявные требования диссертационного совета, которые нигде не прописаны, но они существуют. Если же вы понимаете, что вы, например, учитесь в аспирантуре или работаете в той организации, где есть советы, которые самостоятельно присуждают ученую степень, то, ну, я не могу сказать, что вам нет смысла читать даже положение. Есть, конечно, смысл, почитайте его. Но у вас все будет иначе. Вплоть до того, что, например, ВАГ рекомендует публикации иметь в рецензируемых изданиях ВАГ, а, например, ваш диссертационный совет эти публикации либо будет вообще не учитывать, либо их там нужно меньше, либо вообще будет засчитывать вам только публикации из международных баз. Поэтому их, может быть, например, там для докторской диссертации не 15, а 7, но, например, в международных журналах. Поэтому внимательно смотрим предтребования. Место мы выбираем не потому что мне нравится этот журнал или мне научный руководитель его посоветовал. Когда вам советует научный руководитель, это прекрасно, потому что научный руководитель человек опытный, он ваш партнер, он вас сопровождает. Но очень часто мы стесняемся задать вопрос. А вот, может быть, вот сюда, да, то есть очень хорошо, когда у вас есть перечень журналов подготовленных, вот мы на курсе готовим перечень журналов, и вы с этим перечнем приходите к научному руководителю и работаете по этому перечню. И замечательно, если те журналы, которые рекомендует вам научный руководитель, они уже, допустим, есть в вашем перечне. А может быть, эти журналы сейчас потеряли свой статус или еще что-то. Ну вот у меня конкретная была ситуация, когда я опубликовалась для, ну, в период подготовки докторской диссертации опубликовалась в журнале, он был рецензируемый в акт, и на какой-то момент времени он выпадал из этого перечня. Он сейчас вновь рецензируемый. Но вот в этот момент времени, когда он не рецензировался, представьте, если бы я кому-то дала совет, опубликуйтесь, пожалуйста, в этом журнале, у меня в нем есть публикация. Ну, я-то публиковалась там три года, пять лет назад. А в какой-то момент времени он как раз может не входить в перечень. Поэтому здесь очень важно, это не значит не доверять научному руководителю, это как раз значит быть вместе с научным руководителем. Тогда вы сила. Какие у нас есть места для публикации? Первое, это как раз журналы из перечня рецензируемых научных изданий, которые размещаются на сайте ВАГ. И на данный момент, я буквально к сегодняшнему вебинару проверяла все сегодня, и самый актуальный перечень на 27 января, он находится на сайте, он размещен в моей группе на Фейсбуке, открытая группа, можете присоединиться к ней, она называется «Диссертация в стиле рок-н-ролл», такое веселое название для научной работы, но я за удовольствие, поэтому если вы на этой же волне присоединяйтесь, там этот перечень есть. В этом перечне находится 2558 изданий, и мы говорим о том, что их количество уменьшается, это не совсем правда, журналы, там есть динамика, они туда добавляются, убиваются и так далее, и тому подобное. Кроме того, в некоторых диссертационных советах, особенно самостоятельных, есть так называемые свои журналы. Что это такое? Там будет прямо написано, что для защиты диссертации необходимо публиковать научные результаты в перечне журналов. То есть у них как будто бы свой перечень, вот у ВАКа свой перечень, а у этих советов свой перечень. И вы тогда, вам не надо ориентироваться на перечень, который на сайте ВАК, вам нужно ориентироваться вот на этот. То есть это некий отбор, который проводит сам диссертационный совет, и вот такие рекомендации делает. Возможно, это журналы, которые они сами издают, и поэтому они продвигают их и хотят, чтобы классные результаты были опубликованы и в их журнале тоже. Ну и третье, это, конечно, журналы из международных баз данных и систем цитирования. Этот список тоже находится на сайте ВАК, он тоже обновляется. На данный момент действует список, который актуален по сей день, но он принят 30 декабря 2020 года, и в этом списке меньше, естественно, журналов, там только российские журналы находятся, но которые индексируются в этих международных базах по разным, естественно, специальностям. Значит, как уберечься, как правильно выбрать это место? То есть то, что мы знаем эти места, это прекрасно. Что касается того, как выбирать это место, какое место подходит именно мне? Во-первых, мы отбираем с вами журнал по принадлежности к базе цитирования. Если вы защищаетесь в Совете, для которого важны публикации в рецензируемых ВАК-журналах, вы выбираете в этом перечне. Если, кстати, журналы, которые входят во второй список, вот я вернусь на секунду на этот слайд, вот журналы, которые в третий список входят, это второй список, размещенный на сайте ВАК. Они приравниваются к публикациям, как будто бы вы опубликовали статью в журнале, рецензируемом ВАК. Поэтому вы выбираете или из этого, или из другого списка. И то, и другое для вас подходит. Это касается аспирантов и докторантов. Поэтому, первое, мы отбираем журнал по принадлежности к определенной базе. Если ваш диссовет или ваша организация, например, ну, вы хотите убить двух зайцев, вам нужно и эффективный контракт выполнить, и публикацию сделать. Вы бы могли взять какой-нибудь иностранный журнал, но вам важно, чтобы он был в Web of Science, например. Ну, значит, и выбирайте из Web of Science, то есть базу цитирования или Скопус, например. Выбираем сначала, какая вас база цитирования интересует. Второе. Безусловно, у каждой абсолютно базы есть перечень журналов, которые туда сейчас входят. То есть, обращаю ваше внимание, что нет такого понятия, это просто ваковский журнал или это просто журнал, вот там, Скопус. Он когда-то, может быть, был Скопус, а сейчас уже не Скопус. Или, например, вот буквально тоже одна из последних консультаций. Девушка со мной делится своей радостью, безусловно, это прекрасно, она являлась секретарем в журнале, который был ваковским, и тут он стал индексироваться в международной базе. Ну, это же прекрасно, конечно, прекрасно. Но, опять же, этот процесс, он достаточно длительный, с одной стороны, попадание в эту базу, а вот выпасть из этой базы, из этого перечня, достаточно легко. Поэтому нам и нужно с вами постоянно мониторить и держать руку на пульсе, для того, чтобы не очутиться, не оказаться в ситуации, при которой вы подобрали журнал, подали в него публикацию, а он бах и потерял свой статус. Как мы этот журнал должны проверить? Независимо от того, иностранный он, российский, неважно. Мы изучаем сайт журнала, мы изучаем импакт-фактор журнала. Импакт-фактор журнала – это такой критерий его научной значимости, ценности, вот по-простому говоря, да? Мы изучаем требования к статье. Если вы заходите, открываете, и видите, что там очень трудные требования, очень высокий импакт-фактор журнала, возникает вопрос «надо», а вы, например, пишите вторую статью в своей жизни. Вопрос «надо ли вам в этот журнал?» Наверное, нет. Наверное, надо взять журнал попроще, для того, чтобы у вас была ситуация успеха, чтобы не получилось так, что вы начинаете, например, заниматься подготовкой статьи во второй или в третий раз еще не совсем уверены, и у вас не получается, у вас эта уверенность еще снижается и снижается. Ни в коем случае нужно, наоборот, себя поддерживать. Поэтому журналы выбираем под свои силы. Вот эти сроки рецензирования, о которых я говорила, тоже вы их можете заранее посмотреть. И если вы видите, что в этом журнале срок публикации будет очень-очень длинный, а вы, например, пишите докторскую диссертацию, и вы понимаете, что вам очень много публикаций нужно, так вы соизмеряете. Или вы делаете последнюю публикацию в Аковскую, у вас уже все нормально, и вы вот эту подстраховочную публикацию делаете. Не надо делать в таком журнале, вы будете очень долго ждать, и потом может ситуация развернуться не в вашу пользу. Что я подразумеваю на слайде под словом странности? Странности – это когда, например, у журнала странный сайт. Или, например, сайт указан, а вы не можете выйти на этот сайт. Я буквально вот в конце 20-го года готовила подборку журналов для нашего филиала Института экономики Российской Академии, но где я сейчас работаю, для того, чтобы мы могли потом этой подборкой журналов пользоваться. И мне один журнал в перечне показался очень таким серьезным. Я захожу, я понимаю, что у него нет даже сайта. Просто он не открывается. Я не говорю, что он самостоятельный сайт, но даже странички на вузовском сайте нет. То есть это очень странно. Возможно, журнал прекратил издаваться. Или у него... То есть вот какие-то странности, если у меня огромный выбор, зачем я буду вникать? А что с этим журналом случилось? Да я просто его убираю из перечня, из своего перечня, и его не использую. Поэтому любые странности... Не создаем себе сложности на ровном месте. Любые странности должны вас насторожить. Журналов много, выбор достаточный, поэтому избегаем этих странностей. Ну и, безусловно, обязательно посмотрите архив статей. Вы можете посмотреть текущую версию журнала, но она может быть, допустим, особенно если журналы тематическими выпусками выходят, вам не все может быть понятно. Поэтому полистайте предыдущие номера журналов для того, чтобы составить более четкое представление об этом журнале. Посмотрите специфику статей, о чем в основном пишут, какие акценты в статьях, какой объем статей, и т.д. и т.п. То есть вы увидите эту специфику сразу, если вы этому делите какое-то время. Как технически мы осуществляем выбор? Опять же, друзья, ну, наверняка вы пользуетесь e-library, наверняка вы там себя чувствуете уверенно. Дайте мне, кстати, знать. Давайте тоже воспользуемся огоньком. Кто уверенно себя чувствует на e-library, дайте мне, пожалуйста, сигнал. Нажмите на огонечек, и я пойму, какое количество слушателей у нас уже используют этот сервис активно, и, соответственно, могут самостоятельно там все выбрать. Так немного? Друзья, давайте-давайте поактивнее. Если действительно этот сервис у вас вызывает какие-то вопросы, ну, можно сделать по этому поводу тоже вебинар, и я вам покажу, как в нем работать. Он очень удобный. Значит, где мы находимся? На слайде представлен скриншот с сайта e-library.ru. Здесь мы заходим с вами на центральную страницу. Так, секунду, друзья, я попробую воспользоваться указочкой. Появилась указка? Видно, друзья? Видно? Спасибо. Да, поняла. Вот, смотрите, мы заходим с вами на центральную страничку, перед вами вот такая девушка будет, и, соответственно, вот мы заходим в навигатор. Безусловно, мы заходим в свой аккаунт сначала, да, и в навигаторе мы выбираем вкладку «Журналы». Как только вы выберете эту вкладку, перед вами откроется вот такая вот страница, которая называется «Каталог журналов», и когда мы выбираем с вами место публикации, место публикации, мы работаем вот с этой зоной, этой страницы. Обращаю ваше внимание, смотрите, здесь мы можем выбрать журналы, которые индексируются в «Web of Science», которые включены в «Скопус», которые входят в базу «RSCI», это российская зона «Web of Science», мы можем посмотреть журналы, которые входят в перечень «ВАГ», то есть мы здесь все вот эти ранее перечисленные базы, которые нас могут заинтересовать, мы можем здесь сразу это все для себя отметить, и уже выбор делать осознанный, то есть я все время за то, чтобы оптимизировать свою работу без потери качества. Поэтому, безусловно, мы здесь стараемся отобрать, не все-все-все выбрать, для того, чтобы выбрать самый важный, там, статусный и так далее журнал, а установить те флажочки, которые позволят сделать ваш выбор таким, который вам нужен. Если кто-то, может быть, не знает, что такое «RSCI», я буквально один комментарий по этому поводу сделаю. У нас есть большая база научных изданий, которая называется «РИНС», внутри этого «РИНС» есть ядро «РИНС», и, соответственно, выделены лучшие российские журналы, которые находятся в российской зоне «Web of Science». Сразу хочу обратить ваше внимание, что если журнал входит в «RSCI», это совершенно не означает, что он индексируется в «Web of Science». Нет. Опять же, это не тема сегодняшней нашей встречи, но чтобы вы четко понимали, вот «Web of Science», а вот «RSCI». Сейчас в этот индекс входит 792 журнала. Опять я сегодня проверила эту информацию. Если вы… Вот я вернусь на предыдущий слайд, для того, чтобы вы поняли, вот эти журналы, они вот здесь отмечены. Так вот, если вы сюда вот галочку поставите, эти журналы вам отберутся. И, естественно, тематику и вашу предметную область выберете. Эти журналы будут, раз они наиболее серьезные, авторитетные и так далее, понятно, что эти журналы будут достаточно сложны для попадания в эти журналы. Поэтому, опять же, исходим из того, нужно вам это, значит, ищем такой журнал. Не нужно, значит, не затрудняем себе этот выбор. Давайте теперь поговорим непосредственно вот о журналах, которые мы привыкли называть журналы ВАК или журналы рецензируемые и размещенные на сайте ВАК. Что в них такого особенного? Мало того, что мы не совсем корректны, если мы говорим, что это журнал ВАК, нет такого понятия. Вот почему. Не может быть журнал ВАКовским по всем специальностям. Журнал у нас сейчас ВАКовский по определенному шифру. У каждого из вас, когда вы будете готовить диссертацию, у вас будет диссертация по определенной специальности. Допустим, я защищала кандидатскую диссертацию по специальности 08001, это экономическая теория. Когда я защищала докторскую диссертацию, я защищала диссертацию по специальности 08005. У меня две работы по разным специальностям написаны. У вас тоже у каждого есть вот этот шифр. Так вот, когда вы выбираете журнал, вы должны четко понимать, что он должен быть ваковским по вашему шифру. Как это увидеть? Это увидеть очень просто. Для этого вам нужен перечень актуальный. Зайдете ко мне в группу или на сайт ВАК, где вам удобно, без разницы, скачаете этот актуальный список, откроете его в программке. Вот не сразу открываете его, а откройте в программке, которая читает PDF-документ. И там через функцию «Найти» ищите свою специальность, и вот, пожалуйста, допустим, вы пишете по русской литературе, этот журнал для вас ваковский. Если вы пишете работу по специальности, которой здесь нет для вас, но тем не менее вы там по филологическим наукам пишете, но вашей специальности здесь нет, значит для вас этот журнал не ваковский. Это очень важно, друзья. Что, опять же, важно, почему перечень, я все время говорю, смотрите, проверяйте, потому что этот перечень меняется. Там то какие-то журналы выпадают, то новые появляются, то старые, которые не индексировались, какое-то время возвращаются. То есть мы обязательно, вот вы нашли на e-library журнал, вы обязательно его проверяете в перечень. Второй момент. Длительное время у нас РИНС и ВАК – это были системы, которые… Это разные вещи, но была такая ситуация, что если издание ваковское, оно 100% входит в РИНС. Сейчас ситуация не такая. Журнал может быть рецензируемым в ВАК, но он может не входить в РИНС. И поэтому, почему я заостряю на это ваше внимание, потому что если для вас важно при ваших публикациях влиять на показатели вашей публикационной активности, в частности на индекс Хирша, на цитируемость ваших работ, то если вы выбираете издание, рецензируемое ВАК, но не входящее в РИНС, то, соответственно, ваши показатели никак не изменятся. Вашу статью могут процитировать хоть 200 раз. Она на ваш индекс Хирша никак не повлияет, потому что она не индексируется в РИНСе. То есть они не фиксируют вот эту цитируемость вашу. Вот это очень важно для тех, кто хочет и туда, и туда оказать влияние. То есть и публикации иметь, и свой публикационный статус повышать. Друзья, я сейчас пока в чат не смотрю, я хочу вам рассказать, да, и вот перед следующим разделчиком я посмотрю в чат, отвечу на ваши вопросы. Значит, следующее. Обязательно помним о том, что чем выше импакт-фактор журнала или любая его характеристика, сейчас про иностранные журналы будем говорить, или про журналы, которые входят в правильные международные базы, там у них свои есть характеристики, они несколько иначе называют, но это не суть. Чем выше эта характеристика, тем сложнее попасть в этот журнал. Дольше, сложнее, тяжелее требования, больше объем статьи, больше новизны должно быть и так далее. Мы это учитываем при выборе. И следующий момент, конечно, раз мы с вами при подготовке диссертации, мы планируем время, даже если вы не ограничены, например, сроком обучения в аспирантуре, вы просто самостоятельно, например, докторскую диссертацию пишете самостоятельно, то вы должны все равно, ну, как бы себе какой-то все-таки там дедлайн установить. Иначе, если вы себя как-то не будете останавливать, то эта работа может длиться годами. Ну, в общем, в жизни есть еще какие-то интересные темы, наверное, которыми можно заниматься, не только диссертацию писать. Поэтому, конечно, желательно все-таки вот этот путь себе ограничить. Так вот, если вы планируете время, смотрите, чтобы сроки рецензирования и публикации ваших возможных выбранных вами журналов, они все-таки укладывались в то время, которое вы для себя определили. Хорошо, давайте ваши вопросы посмотрю. Так, нужно сразу поинтересоваться. Очень рекомендую курс. Огромное спасибо. Да, на страничке курса можно посмотреть отзывы участников. Подскажите тему вашей диссертации, сколько времени вы потратили на написание подготовки. Давайте так, сейчас я буквально в двух словах, потому что это не совсем тема нашей встречи, да, отвечу. Значит, моя диссертация была посвящена развитию социально-экономической инфраструктуры регионов Российской Федерации. Готовилась эта диссертация, я кандидатскую диссертацию готовила от момента зачисления на соискательство и до момента защиты прошло 7 лет. 7. Если мы говорим про докторскую, то это от момента, наверное, начала освоения темы погружения в нее и до защиты, наверное, это где-то года 3. Хотя, честно говоря, я никогда не собиралась писать диссертацию, поэтому сказать, когда я ее начала писать, мне очень сложно. Потому что вообще я сначала написала монографию, думая, что это просто будет монография. Потом я писала просто статьи, а потом вдруг это как-то обросло идеей, что вообще-то уже столько сделано, а может быть, это превратится в докторскую. Поэтому мне вот срок подготовки достаточно сложно сказать, но я хочу сказать, что я пользовалась всеми своими правами как аспиранта и как докторанта, и поэтому я была в отпуске по подготовке диссертации. И это, конечно, очень сильно помогло, это очень продвинуло. Безусловно, руководитель у меня был, но по кандидатской диссертации это называется научный руководитель. У меня их было три, не потому что я такая вредная, просто так случилось. По кандидатской диссертации ваш партнер называется научный консультант. У меня, естественно, научный консультант был. И это не просто был научный консультант, а это был мой официальный оппонент по кандидатской диссертации. Так что общайтесь, расширяйте свои академические контакты, это очень пригодится вам. Любовь спрашивает про презентацию. Презентацию я для скачивания не даю. Можете делать скрин или посмотреть потом запись. Запись вебинара будет. Так, открыла список рекомендованных ВАГ-журналов. Там нет журнала, в котором я опубликовала статью, а журнал сам доказывает, что он ВАГ-овский. Елена, это просто вот, друзья, это очень, ну уж прям не очень, но это частая ситуация, частая ситуация. Кому верить, спорим уже не один месяц с научным руководителем и коллегами. Елена, я вам дам простой совет. Вот на каждом слайде есть адрес моей электронной почты. Вышлите мне название этого журнала. Мне просто самое интересное. Я, если вы не против, в копилочку для себя возьму ваш пример, не ссылаясь на вас, если вам этого не хочется. Я вам помогу разобраться с этим вопросом. И, соответственно, ну, наверное, надо объяснить когда-нибудь, как это делать, да, для того, чтобы вы это могли сделать сами. Но, опять же, это не сегодня, потому что мы уже, как обычно, выходим за наш временной регламент, а у нас еще целый блок. Так, Ирина, как повысить индекс Хирша? Это отдельная тема. И, собственно говоря, однозначно не сегодня. Как узнать журналы в ядре РИМС? Так, а я сейчас только показывала скрин из Е-лайбраре, и там на одну секунду буквально вернусь, чтобы Татьяна могла увидеть. Так, 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 друзья, секунду. Вот, то есть когда вы зайдете в каталог публикаций, вот у вас входит ядро РИМС. Вот здесь ставим галочку, и вам появятся издания, которые входят в это ядро. Так, я возвращаюсь к нашему слайду. И так, 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 рестрикция статьи как-то может повлиять на диссертанта. Смотря по какому поводу она состоялась, потому что сейчас есть такая ситуация, при которой автор сам может запросить, чтобы его статью убрали. Соответственно, все нормально. Ну, как, это тоже не есть хорошо, но важна причина. То есть если этой причиной является то, что вы отправили в 10 изданий, и они все одновременно опубликовали вашу статью, или что это плагиат, ну, конечно, да. Но такого вот прям процедуры, чтобы вас кто-то проверял по этому поводу, я, честно говоря, не встречала. Хотя сейчас диссертационные советы очень бдительны, потому что у них ответственность очень высокая за те работы, которые они принимают. Отплоть до того, что их могут просто закрыть. Как найти DOE в e-library? Светлана, вы спрашиваете, DOE статьи или DOE, чтобы вам ее присудили, ну, как бы, дали для вашей публикации, или уже у опубликованной работы? Уточните, пожалуйста, вопрос, и я на него отвечу. Статьи. Когда вы зайдете на страничку, когда вы ищете статью, но, опять же, это просто не сегодняшняя тема, у нас была тема, кстати, про поиск литературы, посмотрите ее. Там есть такая вкладочка «Посмотреть PDF статьи». Вы, когда ее открываете, там будет DOE. Обычно это сверху идет. Или вот так же, как у меня сделана внизу подпись, да, может быть, внизу статьи тоже такая информация есть. Есть хищнические журналы, есть отдельный список. Нет, журнала, прям вот списка, что вот прям хищнические журналы, Google Science, вот такого списка, конечно, нет. Есть список тех, кто там находится, и мы сегодня сейчас посмотрим, как искать журналы. Ну, в частности, мы сегодня Скопус только с вами рассмотрим. Но, тем не менее, да, если они есть на платформе, на сайте официальном, вы видите, что они показываются вам при отборе, то, конечно, они находятся. Есть такой список на сайте «Анри доклад комиссия». Прекрасно, прекрасно. Возникает вопрос. Этот список составляется кем? С самим «Анри»? Тогда, да, тогда им можно пользоваться. Я, честно говоря, стараюсь не… Понимаете, вы потратите время на поиск этого списка или заходить вам надо смотреть. А я хочу, чтобы вы понимали, как правильно найти журнал самостоятельно. Вот этот список кто-то для вас составил. Когда он его составил? По какому критерию он его составил? Опять же, вот, Наталья, благодарю за ваш комментарий. Тоже дня два назад у меня консультация. Мы собираем вот этот вот перечень с девушкой, докторская по педагогике. Мы готовим вот этот перечень журналов, в которых она потом будет готовить публикации. Она мне говорит, я нашла шикарный сервис, там прямо все автоматизировано, интерактивный перечень ВАК. Заходишь через фильтры, все выбираешь, и тебе высвечиваются журналы, которые подходят тебе по этим критериям. Я говорю, я что это такой список не знаю, дайте мне, пожалуйста, ссылку. Она мне тут же бросает ссылку, у нас консультации проходят в Скайпе. Я открываю эту ссылку, захожу. Благо, журналов очень много я знаю, которых просто вот чуть ли не наизусть уже, какой у них аэссин. И, соответственно, я проверяю один из журналов. И выясняется, что этого журнала в этом перечне нет. Хотя он точно лаковский, хотя он соответствует. Потом мы начинаем смотреть. Оказывается, этот список последний раз обновлялся в 2020 году, и это можно посмотреть только в подвале сайта. И поэтому, понимаете, чтобы вы не перепутали, вот сами себя не обхитрили, что называется. Татьяна, да, может быть, перенести эти ответы на вопросы чуть позже. Вы потеряли нить, да, рассуждения. Я прошу прощения, давайте будем возвращаться тогда к презентации. Пишите тогда вопросы, вкладочку «Вопросы», и я после того, как завершу, на все ваши вопросы отвечу. Итак, издания из международных баз. А если мне нужна публикация, которая находится не в рецензируемых изданиях ВАК, а в международных базах, где взять? Заходим на сайт ВАК. На сайте ВАК в данный момент висит вот этот список. Можете его посмотреть. Это первый вариант. Это тогда те издания, которые вам приравняются, как будто бы это ваша публикация в рецензируемых изданиях. Но можно пойти другим путем. Можно самостоятельно в самих этих базах поискать журналы. Традиционно мы чаще всего говорим о двух базах. Это база «Скопус» и база «Вебов Сайенс». Я вам на слайде представила их сайт. Вы можете на него пойти. И, естественно, там надо с ним поразбираться, если вы там ни разу не были. Сегодня мы поработаем со вторым сайтом, который представлен на слайде, потому что это, сразу хочу сказать, что это не официальный сайт «Скопуса», но это сайт, на котором сделана возможность удобного поиска журналов из этой базы. Кроме «Скопуса», естественно, есть «Вебов Сайенс». Тоже база очень крупная. Вы можете посмотреть ее наполнение тоже по сайту. Мы сегодня с вами поработаем с первой базой. Для того, чтобы найти журнал, который входит в «Скопус», мы с вами проходим вот по этой ссылочке, я уже сказала, вот по второй ссылочке. Да, по второй ссылочке. И попадаем на большой такой оранжевый экран. Я вам его по кусочкам показываю для того, чтобы акцентировать вот эти те самые особенности и трудности при поиске журнала, чтобы вы не запутались. Значит, во-первых, если мы с вами, и когда мы ищем журнал «Ваковский», мы сказали, что мы ищем свой шифр специальности. Естественно, раз это журналы международные, то там нет наших шифров специальности. Мы там выбираем исследовательскую область свою, на нее обращаем внимание, кликаем на раскрывающийся список, и там выбираем то, что нам подходит больше. Рядом с этим окошечком, вот они, два окошечка рядом, мы выбираем подкатегорию. То есть, например, вы здесь выбрали, что у вас экономические журналы, и когда вы откроете подкатегорию, у вас более подробно будет уточнение. Может быть, вам по эконометрике, а может быть, вам по экономиксу надо журнал. Пожалуйста, там вы посмотрите и выберите, что вам больше подходит. А может, вам междисциплинарный журнал нужен. Опять же, раскрывающееся окошечко, и там делаем выбор. Следующее раскрывающееся окно мы выбираем регион. Помните, мы с вами говорили, что имеет место для некоторых диссертационных советов, где это? То есть, у них это представлено абсолютно разные страны. Вы можете выбрать любую страну или выбрать Россию, если вы хотите пока на наших журналах, что называется, потренироваться, но которые уже входят в эту базу. Здесь выбираем это государство. Там очень большой список. Для того, чтобы не мучиться, вы здесь начинаете набирать название страны, и потом ее выбираете из списка. Кроме того, на этом же главном экране мы с вами выбираем, где нам нужно опубликоваться. То есть, когда вы тип открываете, то у вас могут быть и книги, и конференции. Допустим, вы в конференциях хотите опубликоваться. Вам это не надо, вам нужны журналы. Мы делаем этот выбор и получаем следующую выборку. То есть, перед вами открывается журнал. Я понимаю, что на слайде достаточно мелко, но тут в данном случае нам не принципиальное название журналов. Мне принципиально, чтобы вы увидели вот эту колоночку. Это колоночка, которая как раз показывает рейтинг журнала, научный уровень журнала, тот самый квартель. Вот они в квадратиках указаны, Q2, Q3 и так далее. И, соответственно, вы здесь можете себе подобрать. Допустим, если ваш диссертационный совет не просто хочет, чтобы у вас были публикации в изданиях, входящих в международные базы, а конкретного квартеля, значит, допустим, Q2, значит, вам этот журнал не подходит, он Q3. Опять же, обращаю ваше внимание, что здесь может быть уровень показателя другой, но вы смотрите на квартель, если вас квартель интересует. Выбираем журнал, который вас устраивает. Я покажу на примере нашего журнала, журнала Российской института экономики Российской академии наук. И, соответственно, мы что делаем? Кликаем на название журнала и заходим на карточку журнала. Что мы здесь с вами видим? Во-первых, мы с вами видим, в каких категориях он нам может пригодиться. Мы видим, мы выбирали конкретно страну, да, мы видим, кто издает этот журнал, Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук. И здесь мы можем уйти на официальный сайт журнала. То есть я обращала ваше внимание, что сайт должен быть активным. Вот в хищнических журналах вы перейдете, иногда сайт может быть красивым, но там могут быть какие-то странности, опечатки. Ну, опять же, да, вот как отделить? Наверное, это тоже важная тема. Наверное, надо об этом поговорить будет как-то отдельно. Но не совсем сегодня, потому что не хватит нам просто на это время. Уходим на сайт журнала, и мы там можем с вами посмотреть детали. Безусловно, если вы уходите на сайт журнала со страницы скопуса, вы попадаете на англоязычную версию. У российских журналов есть и русскоязычная версия, сайтов можете посмотреть, если у вас сложности с иностранным языком есть. Здесь мы обращаем внимание как минимум на два пункта. Во-первых, нам очень важно понять, а какая тематика? Вот мне этот журнал понравился, он меня по характеристикам устраивает. И вот с точки зрения места публикации, вроде бы он меня устраивает. Но теперь надо понять, а вы как автор устраивает этот журнал или нет? Ваша тематика соответствует с тем, что он публикует или нет? Иначе у вас просто не примут. Не потому что статья плохая, а потому что они не публикуют статьи на, например, такую тему. Ну и естественно, если вы видите, что эта тематика вам подходит, вы тогда уходите на вкладочку, которая адресована автором, и здесь смотрите все детали, особенности журнала, которые необходимо учесть для того, чтобы публикация была успешна. Ну и безусловно, мы сейчас опять же живем с вами в такой ситуации, когда публикации очень во многих изданиях, журналах, материалах конференций являются платными, и многие авторы считают, что опубликоваться с корпусом Web of Science вообще невозможно бесплатно. На самом деле это возможно, это может быть не так легко найти такие журналы, но тем не менее. Есть журналы открытого доступа, и есть журналы, которые распространяются по подписке, и поэтому, естественно, у них разные будут особенности, и эти особенности будут в том числе и на автора налагаться. Почему? Потому что если мы говорим о журнале, из категории журналы с открытым доступом, это прямо в характеристиках журнала будет указано. Вот, допустим, если вы в наш журнал «Экономика региона» пройдете по ссылке, которую я вам по вкладочке сайт, и посмотрите информацию для авторов, там четко написано, что этот журнал с публикациями со открытым доступом. То есть эти публикации сразу будут открыты всем читателям. И если же мы говорим о публикации, которые размещаются по подписке, то у вас будет период эмбарго, когда статья ваша будет недоступна. То есть если вы озабочены вопросами повышения цитируемости вас как автора, то получается вот определенное количество месяцев ваша статья, ну, не то чтобы будет лежать, но она будет доступна ограниченному количеству читателей, поэтому вы это должны учитывать. Конечно, этот вариант будет более доступен по суммам ваших затрат. И, кстати, вот мы говорим так, касаемся вопросов хищнических журналов, не всегда платность означает, что этот журнал хищнический. Есть вполне себе приличные журналы, которые берут плату именно за то, чтобы вы избежали вот этого эмбарго. То есть если вы не платите, ваша публикация, например, год недоступна, а то и два года, например, а если вы платите определенную сумму, то она размещается с открытым доступом. Поэтому вот здесь вот поразбирайтесь, посмотрите. Это в каждом журнале нужно вникать, да, вот в эти особенности, поэтому здесь не так все страшно, как кажется изначально. Ну и, естественно, когда мы с вами требования для авторов смотрим, мы понимаем, что чем серьезнее журнал, тем больше требований. Предъявляются требования не только к оформлению самой статьи, что безусловно, да, но и к структуре. Она не обязательно должна быть им рад, как сейчас мы часто встречаем вот эту структуру статьи. Вы читаете издателя, какая там структура должна быть, и делаем ровно так, как просит издатель, иначе нашу статью не примут. Требования по ссылкам, безусловно, по списку литературы, сколько источников, как они оформляются и так далее. Вопросы, все, которые связаны с оформлением, как правильно, как неправильно, как электронные источники, как обычные источники делать, как источники на иностранном языке. Эти все вопросы освещаются на вебинарах у Телегина и Татьяны, они тоже проходят вот в рамках проекта Директ Академии, поэтому присоединяйтесь к этим вебинарам, и я, естественно, не буду сегодня об этом говорить, потому что это совершенно другая тема, но она очень важна, потому что если мы эти особенности не учитываем, мы эти трудности не преодолеваем, наша статья просто не будет принята, она будет отклонена. Ну и, безусловно, друзья, заканчивая сегодняшнюю нашу встречу, я никогда вас не отпускаю без домашнего задания, вы уж меня простите, потому что я хочу, чтобы у вас сразу же был какой-то результат, поэтому что я вам рекомендую сделать прямо сразу. Сегодня у некоторых выходной день, у некоторых рабочие, но впереди праздники, и если вам покажется, что они слишком длинные, уделите время вот этому заданию. Во-первых, определите, сколько публикаций у вас уже есть, сколько публикаций вам нужно. Исходя из этого, представьте, сколько примерно в вашей подборке журналов должно быть для реализации вот этой задачи. И сделайте вот этот отбор журналов по тому алгоритму, который мы сегодня посмотрели с вами. Кроме того, проверьте эти журналы, прям сходите на сайты этих журналов и сделайте этот перечень работающим для вас, чтобы вы к этому вопросу больше не возвращались. То есть вы один раз эту подборку сделаете и будете постоянно ее использовать, а не искать. Вы просто будете проверять, одно действие делать, проверять этот журнал все еще в перечне, все он в перечне, но и прекрасно. Но постоянным выбором журналов вы уже не будете озабочены. Поэтому, безусловно, этот перечень очень полезен и очень вам поможет. Если у вас, я сейчас переключусь на вкладку «Вопросы» и отвечу на те вопросы, которые вы писали в общем чате, я отвечаю на ваши вопросы, если вы постеснялись их задать сегодня в эфире, или там позже вспомнился какой-то вопрос, смело можете мне написать, и, соответственно, я вам отвечу. Может быть, не сию секунду, не день в день, но тем не менее. Я это сделаю. Поэтому смело меня можно не стесняться, можно вопросы задавать. Так, друзья, я сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Мне важна ваша обратная связь. Если вам было полезно, пожалуйста, напишите мне об этом. И давайте по вопросам пробежимся. «В докладе РАН названы журналы, публикация в которых не учитывается для публикации по грантам». Ольга, вот это как раз ровно то, о чем я говорила, что если вы просто пишете диссертацию, вы не получаете грант, вы просто пишете диссертацию. Это одна ситуация. А если у вас есть трудовой контракт, да еще вы выиграли грант, да еще вы пишете диссертацию, конечно, вы будете учитывать все эти обстоятельства. Но для обычного аспиранта, который просто работает на диссертацию, он просто учится в аспирантуре, он еще вчерашний студент, вот ему не надо вот этим всем голову себе забивать, потому что это кажется тогда очень сложным. Путь кажется очень сложным. Он и так непростой, зачем его себе еще осложнять? Так, меня выбивала из группы на ответ. Прохитин, повторите, пожалуйста, как подписаться на вас в группу в инсте. Татьяна, я есть на Фейсбуке, найдите меня по фамилии, имени. Я, группа называется «Диссертация в стиле рок-н-ролл». Тоже ее можно также на Фейсбуке через название найти и подписаться. Она открытая, но просто, чтобы вы не пропустили информацию. Так, хорошо, что вам интересно. Ирина спрашивает, как повысить синдекс Хирша. Я на этот вопрос говорила, что сегодня не отвечу. Конструктивно, интересно, полезно. Огромное вам спасибо. Благодарю, благодарю. Так, перехожу на вкладочку «Вопросы». Что здесь у нас с вопросами? Если в статье есть соавторы, как делятся научные результаты пропорционально количеству авторов, участников или нет? Смотрите, друзья, это решают авторы. Если вы это никак, нигде не указали, то, соответственно, авторство разделится на столько, на сколько участников. Три участника, три соавтора, значит, ваша будет треть авторская. И вы в своем автореферате укажете количество публикаций такое-то, общее количество печатных листов такое-то, авторских столько-то с учетом этого. Если мы говорим про ситуацию, то, когда вы сами определяете, то вы вольны определить как угодно. Кстати, сейчас некоторые журналы, мы как раз готовим статью в такой журнал, они просят в конце статьи авторов самих указать, кто что делал. И это прям будет опубликовано в статье. Такое сейчас есть, поэтому он тоже может быть. Так, ответьте, пожалуйста, все ли ссылки с РИМС дублируются в Google Академию? По идее, должны, но я не могу сказать технические вопросы, здесь сложно. Оксана Валерьевна, благодарю за отзыв и за то, что приходите, и для вас это полезно и интересно. Ну что, друзья, вопросы вроде бы закончились. Я надеюсь, что все, что вы хотели уточнить, вы спросили. Если забыли, то пишем мне. И я вас с удовольствием приглашаю на следующий наш вебинар, который, так, когда же он у нас состоится? Через пару недель. Это будет как раз в районе... Татьяна, пожалуйста, подскажите, когда он будет. Вот я сейчас из-за праздников, я могу запутаться с датой. Вебинар следующий наш будет посвящен выбору диссертационного совета. Тема крайне актуальная. Давно-давно мы о ней уже не говорили. И я, безусловно, приглашаю вас на курс. Те, кто задумались о том, что надо делать прорыв в подготовке диссертации, кто, так же, как и я, замучивался писать кандидатскую диссертацию. Для меня это был очень сложный путь. Если вам тоже трудно, и вы не знаете, как вам быть, приходите, все станет понятно и достаточно легко. 10 марта. Отлично. Татьяна, большое спасибо. 10 марта мы с вами встречаемся на следующем вебинаре. То есть у нас все-таки вебинары околопраздничные. Это прекрасно. Ну и если вас интересует курс, то 6 апреля буду рада вас видеть. А на сегодня я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что были со мной. И удачи в ваших научных исследованиях и в публикациях. Всего доброго, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.